Брат Амирович, доброе утро. Доброе утро, Ксения. Несколько вопросов, которые хочу вам задать для того, чтобы наши инвесторы лучше понимали ситуацию, что вообще происходит и куда мы, собственно, двигаемся. Давайте немножко еще раз прокомментируем. Почему не запустили выводы к 28 числу, как и обещали? Очень много вопросов. К сожалению, много процессов зависят не от нас, есть бюрократические проволочки. Сейчас у нас очень такой сильно повышенный эмоциональный фон, можно сказать, ситуация достаточно критичная и за нами следят очень много заинтересованных лиц в плане и враждебности, и в плане дружелюбности. И, соответственно, мы каждый свой шаг делаем очень аккуратно, под тремя подписями. И если мы без условного выполнения каких-то правовых обвязок будем делать какие-то шаги, то это для нас дополнительная, опять же, уязвимость. И основная, наверное, причина, это мы зависим от старого провайдера QIC и, соответственно, от передачи его им базы нам, то есть передачи базы новому провайдеру. И, соответственно, переговоры, которые мы ведем уже достаточно давно, пока затягиваются на определенное время. Хорошо. У нас есть какой-то план B? Если самсаб все-таки не будет нам передавать? Да, естественно, план B есть. Мы до среды ждем реакцию самсаба. Ну и, соответственно, после этого принимаем решение и начинаем реализацию плана B. Для реализации плана B нужна определенная техническая подготовка. Соответственно, команда была дана. И самый, конечно, оптимальный вариант – это, скажем, в полноценном виде передать самсабам нам базу. И так как, скажем, насильно мил не будешь, понятно, что мы начинаем придумывать какие-то технические решения для того, чтобы выйти из ситуации другим способом. План B, он влечет за собой, скажем, ну, очень много других уязвимостей с точки зрения и трудовых, и временных затрат. Ну, прижатый к стенке мы понимаем, что самсабом это может затянуться. Возможно, может затянуться надолго, но вот у нас такой дедлайн. Мы уже, скажем, давим откровенно по всем фронтам, ну, и с правовых точки зрения, и каких-то личных переговоров, назойливости днем и ночью пишем по всем каналам. Ну и, соответственно, думаю, что в понедельник, вторник это должно дать какой-то результат. Ну и понимаем, что, может быть, и сам самсаб находится под сильным давлением, ну, может, центробанком, может, каких-то других сил, да, там, и так далее. И, соответственно, при, там, ну, отсутствии содействия со стороны самсаба, там, выполнение всех каких-то бизнес-обязательств по договорам, да, там, можно ссылаться и на договора, и на какие-то просто бизнес-этику, да, там, ну, понимаем, что это может очень сильно затягиваться, а у нас ситуация достаточно, как бы, критичная, и мы идем на такой шаг, чтобы осуществить план Б, и, соответственно, ну, сейчас ведем максимальную подготовку. За нами следят не только, как бы, хейтеры, но и хакеры, да, там, и, к сожалению, возможно, уже эмоционально доведенные до отчаяния даже существующие инвесторы, даже те инвесторы, которые с нами, там, несколько лет, там, скажем, уже делают какие-то свои определенные выводы, может быть, под давлением каких-то своих инвест-партнеров, да, там, доведенные до отчаяния, идут на какие-то, вот, ну, скажем, меры, которые очень сильно, ну, мешают нам для того, чтобы исправить данную ситуацию, и, соответственно, мы действуем в рамках текущих обстоятельств, и любой шаг, любое какое-то внешнее воздействие, оно очень сильно отражается на нашей деятельности, и, ну, в итоге, в общем, получается, как получается, и мы, ну, ребята, вот вся команда не спит днем и ночью, там, ни в выходные, ни в праздники, и, ну, выполняет свою работу реально на 150 процентов, ну, и, соответственно, я думаю, что вопрос нескольких дней, и мы, или план А, или план Б, в общем, сработает. Хорошо, еще немножко про, есть вопросы про нового провайдера, почему мы выбрали именно его? Можете прокомментировать кратко? Да, по многим параметрам, ну, вот говорю, как есть и контакт на личностном уровне, то есть, ну, полное взаимопонимание, это, во-первых, скажем, юрисдикция западная, то есть, ну, и их, ну, и они понимают, что происходит, ну, то есть, ребята уже давно в бизнесе, у них есть огромный опыт работы именно в рамках AML-политики, там, Европы, Эстонии, в частности, да, там, у них, ну, грамотная, выстроенная ценовая политика, там, у них есть русскоязычные специалисты, по многим параметрам, у них есть комплекс продуктов, которые, ну, закрывают какие-то и другие вопросы, ну, и так далее, и так далее, то есть, наверное, ну, самое важное, это какое-то вот человеческое отношение, да, и вот на этом уровне у нас вообще полное, полное понимание, полный контакт, да, там, и есть бизнес, хороший бизнес-опыт, они предложили сразу очень много хороших, хорошие бизнес-решения, и очень быстро реагируют на все наши, ну, скажем, хотелки, да, там, и сейчас вот с двух сторон, ну, и ребят наших, с нашей стороны, ребят тоже измученные, так скажем, нарзаном, да, там, текущими задачами, да, там, встретив такого партнера, ну, действительно, это вдохновляет и, ну, окрыляет, и, соответственно, наши ребята как-то в этом плане тоже успешнее, лучше, эффективнее стали работать. Еще один вопрос про, также связанный с новым верификатором, вот мы внедрили новую, новую верификатору, у нас теперь возможна регистрация, и новый пользователь может пройти верификацию. Вопрос, почему новый пользователь пока не имеет возможность вывести свои средства? По крайней мере, мы перед новым пользователем не скрываем свое текущее состояние, и действующая ситуация, она одинакова для всех, что для нового, что для старого, то есть новый пользователь, он осознанно выбирает нас, да, там, по каким-то параметрам, ну, имеется в виду доходность, надежность, ну, и так далее, и тому подобное, и осознанное решение, он понимает, ну, то есть человек действительно изучает ситуацию и понимает, что это все временно, это все чинится, это все улучшится, и так далее, и тому подобное, и, наверное, мы имеем дело все-таки с инвестором, а это более какие-то долгосрочные периоды, ну, ко мне много обращаются знакомых, ну, кто-то говорит, вот у меня есть 20 тысяч, но мне они там через два месяца нужны, смогу ли я их вытащить? Я ему откровенно говорю, что, возможно, ну, мы еще пока лимиты не снимем, если вопрос у тебя снятия там боль, ну, большой суммы, то, наверное, стоит есть, как бы, лучше подождать, да, там, если человек говорит, вот у меня есть, ну, у меня там такой кейс, там, мне позвонили, говорит, есть 70 тысяч, хочу там через два, там, через шесть месяцев, то-то-то, да, там, я ему предлагаю какую-то свою стратегию, говорю, ну, в течение шести месяцев мы точно выйдем на какой-то определенный уровень качества, то есть, ну, по оптимистичным планам, там, пять-восемь недель, да, там, мы выйдем на те уровни, которые раньше у нас были, ну, как минимум, да, как максимум мы технически уже будем более совершенны, и как минимум, я думаю, что, ну, по расчетам, если уж быть до конца честным, то до 30 недель, возможно, у нас, ну, вот эта ситуация может такая, скажем, чрезвычайного положения может затянуться. Очень много, опять же, параметров, это начиная от реакции самого сообщества, да, там, и, ну, то есть, работа нашего маркетингового департамента, мы будем активно вести какие-то мероприятия по реабилитации, по возвращению, там, репутации, да, там, мы сейчас, там, обращаемся в несколько маркетинговых агентств, которые нам помогут, ну, скажем, провести ряд каких-то мероприятий, которые, ну, скажем, более, повысит лояльность текущих инвесторов, расширит, как мы и планировали, это еще было в сентябре, в октябре, в ноябре, мы хотим делать экспансию уже, скажем, за пределы СНГ, и, соответственно, все эти меры должны дать эффект определенный, что мы быстрее выйдем из текущего положения, то есть, ну, и это планировалось как бы и до, и сейчас это есть в планах, да, текущая ситуация, она очень качественно повлияла на наши планы текущие, и, соответственно, мы внесли коррективы, и дальше собираемся активно развиваться, а все, что от нас зависит, мы приложим максимальное усилие, есть прямой интерес в том, чтобы, ну, бизнес рос, развивался, есть как и материальный интерес, так и, неустанно повторяю, есть миссия, ценности, которые хотелось бы пропагандировать, да, и поделиться с большим количеством людей, да, там, повлиять на улучшение себя, да, там, и мира в целом, ну, и так далее и тому подобное. Хорошо, давайте тогда немножко резюмируем, то есть вопрос запуска выводов именно с технической стороны, это вот вопрос нескольких дней на следующей неделе, зависит от того, какой ответ мы получим от предыдущего поставщика. У нас два таких крупных события на понедельник намечаются, ну, во-первых, это переговоры с Амсабом, да, там, мы ждем от них, там, официальный ответ, ну, и, соответственно, мяч на их стороне. Второе событие – это уже переговоры с Global Pass непосредственно по передаче API документации и ключей, да, там, соответственно, я думаю, что в этом вопросе не должно возникнуть каких-то там больших сложностей, ну, то есть там вопрос может быть один, два, три дня, да, и в самом таком оптимистичном развитии, то они в понедельник в этот же день или там на следующий день, во вторник, передадут нам API, API-ключи, и, соответственно, мы приступим к врезке Face ID. Тут еще же надо понимать, что мы пользовались услугами старого провайдера и был старый Face ID. Тут надо убрать старый, скажем, врезать новый, и это технически тоже занимает время, да, по предварительным, как бы, расчетам нашей команды IT и, ну, людей со стороны нового провайдера, они говорят, что это займет около пяти дней, да, там, с учетом теста, с учетом запуска, и, соответственно, с момента там передачи API-ключей, я думаю, что в течение там пяти-шести дней мы уже запустим Face ID. Параллельно будем решать вопрос с AmSav, ну, и есть план B, как я уже говорил, да, там, если до вторника мы не получим каких-то внятных сроков там по передаче базы данных, то, ну, в среду, наверное, у нас такой дедлайн на криптомире, ну, я уже, наверное, озвучу какое-то решение, то есть или план А и со сроками понятными, или план Б. Отлично. И еще про лимиты, то есть какие-то лимиты определенно будут, они будут для всех, то есть и для новичков, и для действующих инвесторов, и когда мы узнаем, собственно, какие они будут и как это будет работать? Непосредственно перед запуском объявим, ну, я думаю, что за два-три дня сейчас очень много версий, опять же, и внешние факторы, и внутренние факторы сильно влияют на эти лимиты, и непосредственно уже перед запуском мы будем принимать решение и объявим об этом заранее. продиктовано это прежде всего в порядке, в дисциплине, в устойчивости, да, там, есть, ну, человеческие факторы, мы здесь, наверное, основное – это управление рисками, и после запуска, опять же, мы будем следить за текущим положением, да, там, и, возможно, ну, так, в оптимистичном варианте мы рассчитываем, что там уже по результатам первой недели, ну, второй, третьей, соответственно, мы будем принимать решение об увеличении, ну, или о полном снятии всяких лимитов и так далее. Все зависит от многих факторов, которым мы, ну, держим руку на пульсе, так сказать, и, соответственно, принимаем решение уже непосредственно в моменте. Большое спасибо, Марат Амирович, как всегда, максимально подробно и откровенно. Большое спасибо.